Преодоли себя. В Белгородской области дан старт первому фестивалю летних видов спорта среди осужденных. Соревнования по меню футболу, гиревой спорт, армрестлинг, пауэрлифтинг и сдача нормативов ГТО. В исправительной колонии номер 5 сегодня приняли участие в соревнованиях более 50 человек. На месте событий работала наша съемочная группа. Забыв о тяготах и лишениях жизни за колючей проволокой, участники фестиваля полностью отдают себя игре. Каждый из них стремится показать на футбольной площадке все свое мастерство, с детским азартом в глазах борясь буквально за каждый мяч. Команды заключенных носят название не номеров отрядов, а цветов своих футболок. Такие матчи среди осужденных проходят здесь каждые выходные. А потому борьба за главные призы неуступчивая и напряженная. Стремлюсь домой освободиться побыстрее, к жене, к детям. Ну, так-то постоянно. Раньше на воле занимался футболом в «Спартаке». Вот, так люблю футбол. Болею за него. Всегда смотрю «Спартак» игру. Судья, раз, без команды вы не имеете права двигаться. То есть, вот это не засчитано, вот это не засчитано. Ноги отводить вперед можно. А это уже сдача нормативов ГТО. В физкультурно-спортивный комплекс входит программу «Спартакеады» как отдельный вид. Участники фестиваля выполняют только четыре упражнения. Это подтягивания, отжимания, пресс и прыжок с места. В нашем учреждении это как бы новшество. Такой коллектив, такие люди приехали. Ну, попробовать себя в каких-то моментах всю жизнь. Как бы не занимался ничем таким нормальным, скажем. Ну, именно из видов спорта. Сейчас просто решил для себя попробовать, на что способен. Всегда приятно, когда люди к спорту тянутся. Приятно особенно, когда они тянутся к ГТО. Ну и просто, я думаю, что здесь как элемент разнообразия жизни. И в том числе многие люди, они вообще увидят впервые, что это такое. И я рассчитываю, что люди, когда подойдут к спорту, они будут чаще им заниматься. И вообще здоровье, оно полезно для всех категорий населения. Очень приятно, что такое большое внимание уделяется. Помимо турнира по мини-футболу и сдачи норм комплекса ГТО, участники фестиваля «Преодолеть себя» состязались в пауэрлифтинге, гиревом спорте и армрестлинге. Каждый из них систематически занимается спортом, ведь такие испытания требуют от человека хорошей физической формы. Поддержать участников в этот день приехали настоящие звезды спорта. В их числе председатель Федерации бокса Белгородской области, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Виталий Дунайцев. Я как спортсмен, в принципе, за спорт в любом его продвижении. Здесь живут, находятся тоже люди, которые хотят заниматься спортом. Я думаю, может быть, это им какой-то толчок, стимул, что приходят спортсмены, как бы поддерживают. Поэтому не мог не отликнуться. Всегда рад видеть, что проводятся фестивали подобного рода, что у людей есть интерес к спорту. Инициатором проведения фестиваля летних видов спорта среди заключенных стал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Идея была поддержана аппаратом губернатора и правительства региона. Впоследствии в работу включились областное и городское управление по физической культуре и спорту, спортивные школы и федерации. Организаторы фестиваля отмечают, работа, направленная на ресоциализацию осужденных, является важнейшей задачей в деятельности уголовно-исполнительной системы. Наша основная задача, чтобы из мест лишения свободы гражданин выходил не озлобленным на весь мир, а этот гражданин имел возможность ассимилироваться в тот социум законопослушных людей и вести законопослушный образ жизни. Одной из составляющих этого является здоровый образ жизни, это поддержание в тонусе своего здоровья, своего состояния. Поэтому родилась такая идея провести фестиваль на территории Белгородской области, во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы, фестиваль летних видов спорта. Очень приятно сотрудничать с профессионалами, когда организована система охраны, сопровождения. Конечно же, мы несколько раз приезжали в процессе организации на место проведения этих соревнований, мы распределяли территориальные зоны, завозили инвентарь. Сегодняшний день для меня это очень такой праздничный, хороший. Мышечную радость люди испытывают. Как это хорошо. Ведь здесь радости, ну, сами понимаете, совсем мало, совсем она какая-то неуютная радость. А радость должна быть человеку. Без радости человек умирает быстро. И вот спортивная радость. Лиц другие. Итог. Из 14 человек, сдававших нормы ГТО, четверо получили бронзу. Шесть человек были награждены серебряными значками и один золотым. В турнире по мини-футболу первое место заняла команда белых. Отметим, фестиваль будет проходить все летние месяцы. Кроме подвижных видов спорта, в программу будет включено проведение шахматного онлайн-турнира. Михаил Перетокин, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.